всем привет привет мои подписчики мои зрители зрители моего канала всех приветствую всем желаю приятного дня сейчас у меня такой мой банк знаете как говорится не запланированный вот что мы будем кушать не буду говорить что это без потому что то не лишь по такому принципу сделано я вчера когда делала вареники я варила мясо попутно это антрикот поставила кусочек вот и мясо уже было варено с бульоном говяжьим и остаток теста вот раскатала но на вареники вот знаете же месила мягко поэтому конечно это далеко не бишь тут и нет козы нет же я это так просто пародия на бишь ну все равно в любом случае я пробовал тесто вкусно но уже все остыло так много времени уходит на подготовку это вообще труба муж уже поел уже вышел а я все носилась пока переодевалась а пока туда все пока это немножко крем хотя бы дневной и слегка слегка короче чуть-чуть крем нанесла честно вкусно пути остыла вы знаете на мягком тесте можно но чтобы наверно вот сразу так скушать конечно алиса здесь самый бульон я сюда добавил укропчик лук такой жесткий был я его предварительно завела бульоном и прям поставил на плиту чтобы он мягкий стал а то прям на такой лук я не знаю какой зимний сегодня как-то так не планировала мукбан потому что я себе взяла планку через день но получается же через день мне надо тогда в субботу выходить а в субботу мне в край у меня это ну в общем не важно вышло вышло всем большое спасибо за комментарии за просмотры за подписки и еще раз вам советую ставьте лайки подписывайтесь просматривайте всем кто подпишется большое большое спасибо ну коль у нас как говорится еще так сколько поступило вопросов я столько отмечу вот светлана терентьева спрашиваете сколько стоит печка когда я приехала сюда печка это уже была у мужа и он мне говорил что тысячу евро за нее где-то отдал вот тысячу евро может чуть больше чуть меньше потом я ходила уже вот может месяц назад я видела в одном магазине точно такую же печку она стоит 3 800 но я думаю о какая печка а потом еще раз вот буквально вчера или позавчера мы заходили нет кажется вчера я пригляделась вот это которая 3 800 стоит она намного лучше она во первых черная да это знаете как удобно и она не просто черная вот как наша она какая-то как чугунная что ли ли какая но у нее такая чернота которая не будет мараться не дурацкая такая чернота чтоб ее мыть надо вытирать от пятен всяких и у нее вот это вот дверца где топка прям вот на всю вот эту у нас же как-то вот узенькая где топить а потом там это а там вот например такая вот широкую широкая дверца открывать где топить а потом где шла там конечно маленький такой этот стоит но на все вот в общем шикарнее она 3 800 ну наша где-то в пределах тысячи евро ну сейчас не знаю это было куплено намного раньше это получается я здесь шесть лет и она у него была муж уже лет десять этой печки совсем остынет пока я буду сон пришла сестра его вот не знаю по прошлом увидим там если что так звук это телевизора видим локацию поменяла но я сегодня сейчас также сейчас опять локацию поменяла но на этом же на новом столе но ему сказал чтобы он телевизор вообще тихо сделала на там сестра пришла к нам но я же говорила что у него глаза глаза громкие вот она говорит и все слышно вкусно когда тесто любишь в любом виде она вкусно поэтому интересное имя диди пеппер и спрашивает есть муж мою корейскую еду есть я не скажу что он восторгать и но он ест местным сам и финны они не гурманы они особо не гурманы поэтому особо не любит но и особо это и не не любит в общем кушает так ну вот татьяна рудольфовна тоже спрашиваете нравится ли мужа еда вот я практически ответила что он особо не это самое но и не отказывается кушает а ну да вы спрашиваете это для него новая или нет нова конечно нова он финляндии всю жизнь прожил родился здесь он привык к своей еде для него это еда новая она не с большой охотой но я заметила ему очень понравилось когда я делал куксы на холодной воде на горячей лапши в воде он уже не любит так вот я в банке делал лапшу на говяжьем бульоне такой он прямо кушал хорошо но это же не наша не национальная это же обычная еда это любит тесто вареное ну и вот с удовольствием кушал вот светлана терентьева вы там такой комментарий что я выгляжу типа вот сравнили в финляндии что я вот здесь вы немножко это сама я согласна что в финляндии хорошо но в казахстане я лучше выглядела вы же наверно так мельком посмотрели но вот в 60 лет когда я была это вообще далеко не сравнить как я сейчас стала сама я же тебя лучше знаю меня уже не там намного лучше выглядела фигура и как-то все это держалась а к 65 годам знаете вот как это объяснить но уже кожа там или что-то вот уже все не так но не у всех конечно анжела югай вы говорите что в пюре добавляйте луковую зажарку да я тоже люблю так мы раньше так и делали прям на растительном масле зажаривали лук в принципе можно было бы наверное на сливочном но мы почему-то и раньше на растительном масле жарили лук в бюро добавляли очень вкусно да просто я мы сейчас как я даже вот и у врача была в связи со с моими этими панкреатитами холециститами они мне сказали ничего не жарьте жареное не кушайте я поэтому а чтобы вкусно было там махло надо хорошо перекалить да ну так все равно как бы это чтобы лук хорошо зажарился ой как я люблю такое пюре согласна с вами очень вкусно ну пока позволяет конечно делайте так да анжела вы правы конечно вы 6 лет всего живете с мужем тем более он в кругу таком общался вон ему трудно сразу да и наверное уже и не стоит да вот к этой корейской идее привыкать на моши нашла взять то с детства там среди корейцев жили поэтому они это самое мясо уже остыло уже вяжется но ничего я все равно я мария м я вчера вас это самое то что вы в корее жили да мы там или сейчас наверно в корее я помню фамилия м и вроде мария звать а вдруг думаю марина и не стала называть вас не обижайтесь на мою память но я прекрасно знала что это вы когда разговор шоу вот от этих вот я показывала на мантоварку то подстилку эту они в корее разных размеров на любую мантоварку подобрать можно кухня моя да на заднем фоне вот там конечно вот эти вот и стоят два термоса вверху они такие вот красивые действительно они с этой хорошей компании хэрол но они стоят большой 60 чем-то евро а маленький тоже около 50 ну в принципе да вот это все металлическое ну так это но ничего особенного нету так что ну за комплимент все равно спасибо конечно татьяна шарапова потеряла меня вот татьяна я вчера была и сегодня пришла так что не теряйте меня потеряете когда я вообще уже не как говорится не встану а так хоть и буду лежать найду способ как с вами общаться я вчера в ролике телевизор слышно было и потом я это самое как вам сказать как это сказать там оговорки короче сделала там вот про ускаменогорск я когда говорила про что-то так даже сказала мимоходом и внимания не обратила что керамзитовый завод это уже вообще крыша поехала керамзитовый завод это завод который выпускает керамзит для строительства материал а это завод керамики короче ну так если сказать то керамический завод завод керамики так что вот и ускаменогорцы не обижайтесь ошиблась кстати в алмате тоже есть наверное и сейчас завод керамики ну вот почему-то продукция такая какая-то но лично в моем быту не пользуется спросом я еще в ускаменогорске какую посуду брала керамическую но почему-то там какой-то какая-то посуда была вот коричневая какая-то темная я помню я столы накрывать брала вазочки мы же там часто гуляли вечно нам надо было всего много такие вот хорошенькие как вот поклодочки небольшие как раз вот салаты накладывать корейцы мы всегда много делали заметил они такие темные да и вида нету все равно когда белые накладывать да красивее но почему-то в советское время по цветовой гамме же не особо мы же это самое может быть все по-другому сейчас я в любом случае в алмате на посудке вот такой комментарий пришел такой комментарий я решила на нем остановиться как бы вот он такой валентина валентина голдаева до валентина голдаева извиняюсь если я неправильно прочитала и не правильно вас назвала вы вот пишите мне вы не любите этого человека но узнаете в вашем вопросе какая-то доля правды есть ну давайте вот про вот это про вопрос любви прямо поговорим отдельно у меня вопросов и комментариев больше нету если чё я в следующем отвечу на все остальные которые позже придут ну что такое любовь а что такое любовь вот как она бывает первая любовь ничего не с того ни сего да мы влюбляемся девушки например парень мне кажется одинаково и вот такая любовь она она ничем не связано никаких там никаких причин там или нету к этому вот просто вот так вот взял и влюбился иногда даже сам не поймешь от чего но вот этого человека влюбляешься в него душа как как вот в душе это самое постоянно охота видеть вот как это боль что ли да видеть этого человека охота и все тебе кажется что этот человек там ну не знаю ну вот любишь ты его вот это была первая любовь у нас у каждого мне кажется такого уже никогда ну может быть и бывает конечно ну у каждого своя ситуация я хочу сказать что вот например если взять мужчин они же так мне кажется большинство их они так не влюбляются как мы хозяин тоже есть мужчины которые также влюбляются с ума сходят если нет ответа они там не знаю что только не воспринимают что только не делают вот я но все равно в общем так в общем но мы убираем вот эти исключения мне я так думаю это опять таки мое мнение что все равно пока 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 доходим до как говорится до создания семьи ну вот девушка с парнем например дружит да девушки больше душой относятся к этим отношениям а мальчишки как то вот они все равно так глубоко в душу не берут да мужчины они вот как то головой думают больше вот как хорошая девушка подойдет не подойдет они более менее мамаши же там шепчут как говорится ну ну конечно тоже влюбляются но они все равно пока дружба идет всегда женщине приходится больше как говорится действовать чтобы ну брак состоялся ну конечно в других у тебя бывает мужчина ну мы как люди поженились а вот сами понимаете да женщина женщина быстрее так ну там может быть первые два-три года живут да там любят друг друга туда-сюда и когда начинает чувство остывать ну женщины вот девушки быстрее могут вот так вот в кого-то влюбиться да вот это и ей она быстрее может порвать связь как с ну порвать разойтись вот мне кажется а вот такие моменты мне кажется вот насчет этого а мужчины уже как как они уже зарегистрировались это у них семья у них уже вот такой что это моя семья они в таком уже после регистрации после свадьбы они больше держатся за женщин а вот уже после свадьбы у женщин как бы такое легкое отношение легче отношение к семье у мужчин крепче но это я в целом говорю я не говорю вот конкретно вот в каком-то данном случае всякие мужчины бывают и женятся и там у него только это а то что конечно мужчины даже уже когда поженились да вы скажете ой они там это самое гуляют туда да они гуляют но это их не гулянки ровно ничего только вот так в мозгах все он там сходил куда-то а он не быстро разбежится свою семью бросать так что женщины вот а вот уже например в моем случае я уже я уже когда вот эти все возраст молодости прошел да я вообще не понимала мне так думаю ну хоть кого-нибудь влюбиться да нету любви делать вот я например такая да когда уже возраст уйдешь от этого возраста да 30 плюс уже вот уже физически не можешь это ну так вот полюбить да вот ну имеется ввиду как вот это первая любовь полюбить вот так вот поэтому там уже знаете вот совсем начинают другие чувства появляться уже больше ну привык конечно не тоже привыкание а если ты вот с человеком живешь да это вроде как твой и все как вот неотделимы от тебя и уже вот с такой точки зрения относишься вот я рассказывала вот здесь кстати вы наверное вот не смотрели конечно Валентина Валентина вы наверное не смотрели как я описывала нашу я конечно же вот когда приехала у меня до этого я как уже вот с возрастом утеряла это чувство я так уже думаю возрастные люди да не но опять таки я не не снизить вообще не собираюсь не оспаривать это вот в моем случае так я как то вот это чувство вот чтобы как вот первый раз как в молодости у меня бы у меня такое вот снова не это самое не появлялось и не появилось бы наверное ну что уже 65 лет куда ну просто потому что совсем другие жизни не ценности совсем как вам объяснить не сравнить как это в молодости да когда жизнь кипит мозга бурлят и в душе энергия там знаешь и там о море по колено все тебе охота все от жизни надо там пойметь посмотреть получить удовольствие то есть я же мы немножко по-другому живем с возрастом поэтому я когда приехала мне он действительно не понравился ну как мне еще не понравился и так даже стала как бы с ним общаться дружить у меня таких вот если честно сказать если вот такой вот любви меня вот не было как вот в первый раз но зато я вот знаете ну можно так сказать любовь же разная бывает любовь же не только такая между мужчиной и женщиной как это ну будем скажем сексуальная любовь да любовь еще бывает же и материнская любовь она гораздо сильнее и гораздо глубже материнская любовь вот это сексуальная любовь она была и прошла все год два три проходит да в любой семье так оно проходит потом просто вот на смену приходит вот эта любовь типа материнской типа вот дружеской есть же любовь и к животным вот любовь это такое емкое слово да а вы мне пишите вы не любите этого мужчину вы не ну вот в одном вы правы я согласна что я той любви не чувствую но вы знаете как я его просто люблю как человека как вот своего ребенка я до того его это самое жалею я за ним ну полностью даже вот не говоря что вот писали мне в тот раз могли бы вы в Казахстане с ним жить я отвечала же что в Казахстане бы он не смог это самое но и здесь мне он и здесь такой вот понимаете здесь мне приходится за него бороться за него это за все за его лечение ну вот везде его вести ну не знаю какая еще ну может быть на вас вот эти слова да что если он вперед то я уеду ну это совершенно другие житейские как говорится это это не от того что вот он мне не нравится и хотя я вообще по идее вообще в целом да в конечном итоге хотела бы конечно чтобы я вперед ушла мы с ним вот так договорились и если будем умирать то будем ну кремацию делать чтобы не это он говорит ой тут меня типа кремируете а потом по воде по морю это самое мой прах развейте типа такого он мне сказал я говорю ой ну если я вперед ты тоже говорю так сделай вот но если вот так вот окажись что ну и просто понимаете я так за своих детей переживаю из-за внуков ну сами понимаете какие могут быть риски у нас в нашей жизни вот с нашими маленькими детьми я постоянно об этом думаю думаю вот скорее бы они выросли выросли и вроде бы они выросли уже да вот уже Анечки там да Настеньки там по сколько лет уже как говорится они не маленькие там 13 лет муж там я вот сейчас тринадцать четырнадцать муж ну я вот так послушаю случаи что господи лучше вот этот интернет не смотреть там разные события происходят и с более старшими подростками и это поэтому я о них постоянно переживаю и поэтому даже думаю уже потом поеду и буду следить ну не знаю как это просто вот такие вот знаете как бы ну а так в отношении моего мужа вот все-таки в итоге как вам сказать но он мне дорог он мне дорог и я за ним поэтому если бы он не любил его там это совсем как не было как до лампочки я бы уже давно уехала а так я же сюда приехала не за богатством там не за это и вот даже да вот там вот и Светлана Терентьева говорит ой там Финляндия она туда и сюда ой девочки как вы ошибаетесь вот те люди девочки вот девочки мужчины вы все кто живете или в России или даже в Казахстане вы даже не представляете как вы счастливы вы вот не понимаете вот понимаете вот вот поймите даже вот два дня например да на улице пасмурно душ идет да и два дня сидеть безвылазно дома вот мне даже в магазин да если что-то купить да надо машину заводить и за несколько километров ехать рядом нету магазина а так ни в гости не пойти языка не знаю и тем более у них в гостях нету такого гостеприимства как у нас или как я же не могу прийти и вот разговаривать с ними или что-то я просто сижу и все как истукан сижу и ловлю что они там говорят иногда они что-нибудь скажут мне туда и сюда что-то я поняла что-то я поняла ну это же не разговор это не беседа и вот так целыми днями я вот практически вот так вам не понять не понять вот человек не поймет когда вот это не испытает у меня вот буквально вот позавчера ой нашел такой депресняк вот это даже не не объяснить вот это вот этот депресняк да он настолько подъедает вот тебя это даже ну вообще невозможно очень больно очень душа болит конечно конечно в казахстане когда я жила такие моменты бывают но они господи пошла с дочкой поговорила пошла там с внучками развлеклась пошла там к какой-нибудь подруге или куда-то там выход есть а здесь нету сидишь сидишь и сидишь дома но это конечно мы самые местные это конечно этим не страдают у них есть наверное знакомые они могут говорить с кем-то но у них все равно даже они так живут они не общаются между собой особо как мы они кажутся себе в доме там это раз в лес поехали раз там на лыжи поехали раз и как-то нет такого чтоб там брат с братом поехал сестра с сестрой как-то сами по себе все но они к этому привыкли им ништяк им по кайфу это а вот с нашим с нашим менталитетом и тем более я языка не знаю здесь оказалась вдруг вот в таком как бы прекрасном месте но это не абсолютно не означает что у меня прекрасная жизнь вот я уже говорила еще раз вам говорю ай нет мне вообще завидовать нечем вы живете намного духовно намного лучше ну что эти продукты там уж все это что-то там качественно что-то лучше это а мне это не радует меня бы это радовало если бы это мои дети например могли вот такое кушать или такое видеть а то что я одна тут так а они там как ну как у вас вы знаете хотя что там говорить у вас и продукты вкуснее овощи вкуснее вполне у вас реальная жизнь просто мозга у всех людей затуманены что тут не ведь что тут не ведь что для самих европейцев у нас не ведь что для нас так что знаете это вот наверное вот истина все пословицы выходят из жизни кто где родился там и пригодился вот это самая верная пословица девочки вот так я хотела просто на этот комментарий дать ответ конечно я очень рада что с вами общаюсь вот вы моя такая душина мне нравится что вы мою душу понимаете что мое это самое пишите приятно быть так не просто жить в этом одиночестве а жить и быть для кого-то полезным даже вот немножко ваш досуг досуг занять не что вы какие-то чувства ко мне испытываете там дружбы там уважение очень приятно взаимно я тоже это все к вам испытываю совсем остыло это надо греть так невозможно кушать говядина есть говядина дорогие мои всем удачи чтобы неделя прошла так так держать не забывайте пишите комментарии будем дружить будем общаться разговаривать всех уважаю пока до скорых встреч